Дело о погроме торгового центра Алтын дошло до суда. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении предполагаемых участников казанской криминальной группировки Суконка. Следователи установили, что именно они в марте этого года ворвались в торговые ряды и крушили все, что попадалось на их пути. До хулиганского марш-броска фигуранты дела успели разгромить еще один рынок. Все подробности у Динары Камаловой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В розыск всего в нападении участвовали 11 человек, как установили полицейские, все активные участники казанского преступного формирования Суконка. Круг криминальных интересов достаточно обширен. Занимаются практически всеми видами криминального бизнеса в зависимости от возрастной категории. Свою вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали, объявив, что погром в торговом центре устроили якобы из-за некачественного ремонта принадлежащего одного из них телефона. Однако, как установило следствие, истинной причиной акции устрашения стал конфликт родственников одного из обвиняемых с другими предпринимателями. Похожий случай произошел на рынке стройматериалов на улице журналистов в Казани в августе минувшего года. Как установили полицейские, за два часа до случившегося один из активных участников Суконки повздорил с предпринимателем на рынке, после чего вызвал на подмогу около 30 молодых людей. Подъехав на нескольких автомобилях, они пробежали по территории рынка, избив нескольких торговцев и одного посетителя. В отношении фигурантов возбудили несколько уголовных дел. Сейчас полицейские делают все, чтобы разобщить криминальную структуру Динара Камалова и Рат Назипов. Вызов 112.